Готовы, да и мы тоже готовы. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Это штрафной, а карточку суть я, видимо, забыл бы раздевался. Вроде бы все просто, но так, в принципе, должно быть. Вратарь беззаметно делает свою работу вот так, как вот мы будем. Мяч летит в центр штрафной. Пересек мяч в боковую линию. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодняшнего матча? Ну что, у нас впереди новый сезон, и эта команда, похоже, твердой. Сутьян назначает штрафной, карточка вряд ли последует. И выносится мяч из штрафной. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. К этой встрече хозяева подошли с рекордом лиги по игре в домашних матчах. Да, 15 побед из... 18 у вас... Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Все на изготовку, к угловому готовьсь. Центр штрафной мяч направлен. Это по воробьям куда-то. Да, не удалось ему пробить прицельный мяч, от головы просто отскочил куда-то непонятно. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает орбит. Это может быть опасная атака. Нужно выходить вперед, бей! Братарь спасает своих мяч в его руках. Можно провести контратаку. Контратака продолжается. Штафной подачи есть там, и есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. 1-0 в нашей игре. Тут может что-то получиться. И это шанс забить. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. И есть поддержка у этой атаки. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Опасно тут может получиться. Хороший вынос мяча из штрафной. Плохо сыграно. Мяч потерянный. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Что ты делаешь? Нарушение и штрафной удар. Ох, от души как зарядил. Может быть надо было бить не так сильно. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Нарушение безусловно было. И что решит арбитр? И арбитр показывает желтую карточку. Уверенно сыграл на перехвате. И вернул мяч своей команде. Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Штрафной подачи. И есть там кому сыграть. Вратарь на месте. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Ну что, смогут извлечь какую-то пользу? Какая техника? Как он обращается с мячом? Удар. Как? Пенальти. И что показывает рефери? Насначает пенальти и показывает желтую карточку. Ну и вроде бы все по делу. Разобрался он в этой ситуации. Удар с пенальти. Гол. Снова равенство на табло. 1-1. Сутья добавляет 3 минуты. После первого тайма. Команда уже на поле. И второй тайм начался. Надежно играет защитник. Атака прервана. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Есть хороший адрес для передачи. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? И это должен быть гол. Матарь. Сто процентная возможность. Есть гол. Отлично сыграно. Все логично. Выходит вперед команда, которая диктует игру сегодня. Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивления со стороны соперников. Защитники просто не успевают закрывать свои позиции. Будет штрафной удар. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. И выносится мяч и штрафной. Это может быть опасно. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. И с мячом. Удар. И он забивает. Вышедшие на замену игрок забивает. Счет равный, а они возвращаются в игру. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим. Посмотрим за этой атакой. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. 30 минут играть осталось. Он бьет. Не удалось забить и выйти вперед тоже не удалось. Как вы можете слышать, трибуны по достоинству оценивают игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой тоже должны признать, что он был одним из лучших в сегодняшнем матче. Если не абсолютно лучшим. Пока неплохо. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Нет, не дошел этот пас до адреса. 20 минут до конца основного времени матча. Примассированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангу. Играют в пасы, держат один темп, не стараются пока обострить игру. Спасибо, отличный пас, сказал соперник.